В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь, торжественно прославляя Христа, родившегося в Вифлееме иудейским словами, Христос рождается, славите, Христос небес срящите, ликует так Церковь Христова. И тут же, на этой же неделе, вспоминает избиение младенцев в Вифлеемских, как мы слышали сегодня в Евангелии. Здесь следует нам обратить внимание на понятие церковное. Эти младенцы называются мучениками, называются святыми. Пусть кто-либо не подумает, что они, да, убиты были, младенцы, но они же не заслужили, якобы, не взрослыми, не через свой подвиг какой-либо. А даже многие из них не знали, как маленький младенец, не совсем понимая, что вообще он существует еще. А тем не менее, они прославляются церковью и называются мучениками. Почему? Потому что они первыми оказались, перетерпели мучения за Христа. Не успел Христос явиться в мире, как уже жестокость человеческая проявилась так, что трудно себе представить. Всегда бывали войны, нападения разных варваров, и избивали, бывало, и не только воинов, но и женщин, и детей. Но чтобы так просто выискивать малых детей от двух лет и нижайших, истребить все их из-за личной выгоды, желание, чтобы он, Гирот, испугался, что вот является царь и рождается иудейский. И чтобы не было так, что кто-то его может заменить, он это приказ дает ужаснейший. Здесь суместно нам обратить внимание, что именно, как мы понимаем, мученик за Христа пострадавший. И суместно нам дать пример иной. Может казаться, что это не имеет ничего общего с этим праздником Рождества Христова, но в самом-то деле имеет общего. Потому что это Рождество Христово, младенцы, которые претерпели страдания за Христа, ликуют на небесах. В том же едином Царстве Божьем, куда и другие святые праведники сейчас почивают и наслаждаются богозрением. И среди них, как мы знаем, были причислены к лику святых государь, царь, мученик Николай, его глупостейшая супруга и дети. Как мы знаем, в 1918 году были зверски убиты вся эта семья богоборческой властью. И прославлены они были зарубежной церковью в рике царственных мучеников. Так она и называет их еще при митрополите Филарете в 1981 году. Здесь, в это же время, когда Московская Патриархия решила, что нужно из-за, видимо, вопль народа, требования народа русского, чтобы как-то удовлетворить их, тоже решила прославить этих государя Николая Мученика и его глупостейшую семью. Но как они ухитрились? Они не прославили их как царственных мучеников, а назвали их страстотерпцами. И сейчас, недавно, собрались в Синоде те, которые изменили нашей зарубежной церкви под председательством митрополита Илариона в Нью-Йорке. И решили, что, начиная с этого, с 2013 года, они тоже будут не мучениками называть царя Мученика Николая, а страстотерпцами. Здесь следует понимать, что такое, какая разница, страстотерпец или мученик. Страстотерпцы, эти те, которые принимали смерть и гонения и мучения, не от рук гонителей христианства, а часто от своих единоверцев, в силу их греховных влечений, из-за лживости, лицемерия коварных правителей. То есть, страстотерпцев убивали по причине своих злостных, мельских интересов. Первые русские святые, которые назывались страстотерпцами, были благоверный князь Борис и Глент. Они называются страстотерпцами, мы же, если помните истории, они были сыновья великого князя Владимира. И старший, у князя Владимира было несколько жен, и от другой жены у него родился также сын, святополк. И вот, как только после смерти князя Владимира, он решил уничтожить своих меньших братьев и Бориса и Глент, послал убийцев. И когда говорили верующие и добрые его войска, что иди в Киев, садись, забирай престол, ты достоин этого престола русского. Он отвечает, что нет, я младший, у меня старший брат, даже годится мне быть отцом. Я не буду начинать вот такой бунт что-то совершать. И действительно, зная, что ему предстоит гонение, и даже знал, что пошлют убийцу. И вот в действительности те, посылаемые святополком, убили Бориса, и впоследствии также и его брата Глеба. И вот этот святополк называется окаянным, потому что он именно их, хотя убил под этим, можно сказать, не один, а другой, что тут были политические причины, нет. Но они были благородные, добрые нравы, верующие, и Бог прославил их так, чтобы люди знали, что, хотя они называются страстотерпцами, а страстотерпец, слово, значит, тот, кто терпит из-за страстей человеческих. Не обязательно за веру, за Христа пострадал, но ради, значит, негодных людей. Так вот, они решили, и наши бывшие иерархи, унизить царя Мучени Николая, и сказать, что они только страстотерпцами могут называться, когда мы знаем, что они действительно потерпели за свою веру во Христа. Благоборческие власти в Москве решили их истребить, страшась христианской стойкости государя, его супруги и их детей. Приняли решение о этом бессудном убиении. Так вот, почему и московская патриархия, и теперь эти, которые последовали за нею, решили канонизировать государя, менять его и семью от мучеников на сан, якобы, если можно так называть, саном страстотерпцами. Ответ очень простой. Если бы они назвали их мучениками, тогда пришлось бы говорить правду, что власть, которая устроила революцию, была не русской, а сатанинской, что интернациональное государство, ими и приспешниками созданное, и по сути антихристианское, убило царственных мучеников за то, что они были православными за веру. И что современное правительство и патриархия, став их преемницей, приняло на себя кровь этих царственных мучеников. Они этого, конечно, не желают казаться потомкой мучеников. Если помним в Евангелии, когда фарисеи отвечали Христу, говоря, что нет, если Христос говорил им, что как они, как отцы ваши, так и вы бы избивали пророков. А те отвечают, нет, если бы мы жили в те времена наших пророков, мы бы не так поступили, как отцы наши. На что Христос сказал, вот вы сами засвидетельствовали, что вы исчадья тех, которые убили пророков. Вы их дети. Так и здесь. Эти, которые вот и сейчас, не стесняясь, хотят говорить, что они только страстотерпцами были. Ради какой-то политической выгоды. В те времена, как они говорят, якобы не за веру, а приняли не страшную смерть не от Христа ненавистников, а от своих, якобы, из-за политических нестроений того времени. Тут вторично всплывает исконная ложь, что они были враги народа. Так что в этот день мы прославляем младенцев, и они там с Богом страдали за Христа, и все остальные святые, и мученики, преподобные, апостолы, все, которые церковь прославляет, которым открыл Христос, родивыйся в Мурифлиеме, царство небесное для всех святых, от века угодивших. Все они находятся в одном царстве и Христовом. И вот мы прославляем всех их, и радуется церковь, что они все сподобрились этому мученическому венцам, как и этим младенцам. Аминь.